Той пудель, описание мини-породы, характер, уход. Едва ли кто помнит о том, что пудель охотник, потому что сегодня порода стала, скорее, декоративной. Большие королевские миниатюрные той пудели стали любимцами поклонников этих умных и преданных собак. Исходя из количества разновидностей породы, многообразия окрасов, размеров, каждый, кто хочет завести пуделя, сможет выбрать подходящего питомца. История происхождения и интересные факты. О зарождении породы есть много версий, каждая из них имеет право на существование. Но совершенно точной информации о происхождении породы нет. Наиболее известные предположения. Согласно этой версии, предки пуделей, немецкие водяные собаки, которых называли пудель. Во Франции и Германии они охотились на уток, гусей. Благодаря тонкому чутью им всегда удавалось найти подстреленную дичь и принести хозяину. Густой длинный ворс собакам состригали, отчего животные выглядели лысыми. Зато плавать, чтобы достать уток, было удобно. Название породы немецкого происхождения падал Нес, что переводится как «насквозь мокрый». Мини-пудель. Некоторые специалисты склонны считать предками пуделя лохматых собак-охранников, пастухов-овечьих отар, а также ретриверов-охотников. Жили собаки для нашерстных пород в странах Азии. В Европу попали благодаря знаменитым финикийским мореплавателям. Предположение о том, что той пудель произошел от лохматых собак, отрицает причастность породы к французской, немецкой и английской. Англичане признавали только орликина как представителя кудрявых собак. Как бы там ни было, обычный пудель стал прародителем малых пород, той пуделя и карликового. Для справки, эти милые малыши были любимцами Марии Антуанеты, французской королевы, которая придумала для них стрижку, похожую на львиную, ее так и назвали лев. В 16-ти столетия знатных французских дам трудно представить прогуливающимися без элегантных кудрявых собак. Международная федерация кинологов была вынуждена признать Францию родиной самых маленьких пуделей. Дополнительная информация. Франция и Германия провели большую селекционную работу, внеся вклад в развитие породы пудель. Кинологи обеих стран опубликовали официальное представление о породе, ее разновидностях, стали основателями пудель-клубов. В 1886 году был организован первый клуб, объединивший поклонников миниатюрных собак. Благодаря селекционной работе, сложились два вида, пуделей, аристократичные, английские и французские, более сильные, немецкие. В европейских странах пудели до сих пор, охотники, а в России маленькая собака, друг и компаньон. Стандарт породы, внешний вид. Той пудель выглядит игрушечной собакой, недаром порода получила название от английского той, что переводится как игрушка. Размеры поражают. Вес взрослого той пудели не превышает 2,5 килограмма, а рост в холке, не более 28 сантиметров. По стандарту все пуделей различают по следующим характеристикам, по росту, 4 разновидности, большой или королевский, малый, карликовый, и той пудели. А красу 6, той пудель белый, черный, коричневый или шоколадный, серебристый или серый, абрикосовый, рыжий пудель. И красный, типу шерсти 2, кудрявая шерсть и шнуровая, той пудель. Описание породы выглядит так. Голова удлиненной формы похожа на лисью. Неширокий лоб слегка выдается вперед. Переход от олба к носу плавный. Щеки и скулы почти плоские. Закругленные по краям уши свисают, расширяясь к низу. Морда не выглядит утяжеленной из-за чуть выдающихся над бровей. Нос маленький с крупной мочкой, черный или коричневый. Светлый нос, отклонение от нормы, допустим только у орликинов. Гармонично сложенное туловище с высоко поставленной головой, отчего осанка гордая, надменная. Лапы крепкие, устойчивые. Хвост купируют в щенячьем возрасте. Выставочный мини-пудель. Цвет глаз и мочки носа. Миндалевидные глаза могут быть темными карями и светлыми, цвета янтаря, если у собак. Окрас. Коричневый, шоколадный, абрикосовый, близкий к красному. Мочка носа может быть темной у черного той пуделя и белого, коричневой у шоколадных, абрикосовых и красных, черной у мини той пуделя серебристого. Обратите внимание, у орликинов мочка носа должна быть того же цвета, что и окрас пятен на шерсти. Чем отличается от стандартной разновидности? Основная отличительная особенность самого маленького пуделя от стандартного – размер. Обычный пес вырастает до полуметра и чуть больше, 60 сантиметров, весит до 24 килограммов. Собака среднего размера нуждается в прогулках, подвижных играх, для чего необходим простор. Домашние условия содержания той пуделя. И пудели стандартного также различны. Собачке размером с плюшевого котенка не требуется много места в квартире. В чем отличие от карликового пуделя? Разница между карликовым и тоем – размер. Для справки, многие собаководы не склонны разделять мини-пуделей на карликовых и той пуделей. И все же Федерация кинологов установила нормы соответствия. Высота карликового пуделя в холке – от 28 до 35 сантиметров. Рост той пуделени должен превышать 28 сантиметров, в идеале – 25 сантиметров. Несмотря на малый размер мини-пуделям присущи те же характеристики, качество, что и большим кудрявым собакам. Обратите внимание, той пудели растут до полугода, а набирают вес к 18 месяцам. Если в этом возрасте собака выше 28 сантиметров, то питомец карликовой породы. Особенности характера и нрав маленьких пуделей. Мини-пуделей называют маленькими собачками, у которых большое сердце. Игрушечные кудрявые пудели – уменьшенные двойники пуделя королевского. Владельцы отмечают такие качества мини-собак. Скромность, неназойливость, спокойствие, выдержку. Мини-собаки послушны, без труда выполняют команды хозяина, способны чувствовать его настроение, не надоедать. Маленькие пудели не мстительны, совсем не обидчивы, ценят семью, в которой живут. В то же время маленькие собаки игривы, подвижны, общительны. Отношение к детям и ладит ли с другими домашними питомцами. Поскольку той пудели дружелюбны, они любят маленьких детей, никогда не обидят, могут долго играть с ними. Других домашних питомцев мини-пудели не признают, но акрессии к ним не проявляют, если собака правильно воспитана хозяином. В случае, когда маленький пудель не воспитан, в нем может проснуться предок-охотник, отчего собака станет воинственной. Воспитание и дрессировка миниатюрной собаки. Несмотря на крошечный размер, той пудель все же собака, которая умеет лаять. Маленького питомца необходимо учить правильному поведению дома и на улице воспитывать. Дрессировка той пудели не требует слишком много времени и усилий, поскольку собаки умные, обучаемые. В воспитании щенка главное, не переборщить. Ни в коем случае недопустимо кричать, обращаться с малышом слишком строго. Занятие дрессировкой желательно проводить в игровой форме. Но и слишком потакать той тоже не стоит. Во время обучения желательно применять дополнительные средства. Лакомство вознаграждения за отлично выполненную команду. Питомцу понравится угождать хозяину и пудель будет стараться. Недопустимо не воспитывать собаку. С ней необходимо заниматься с щенячьего возраста, чтобы той не превратился в неуправляемого питомца, непослушного, агрессивного, вечно лающего. Похвала от хозяина – важный стимул в воспитании той пуделя. Найти общий язык с маленькой собакой несложно, поскольку той умные, преданные, любят, когда им уделяют внимание. Похвала хозяина – важный элемент дрессировки. Трудности ухода. Той пудель собака, которую содержит только дома. Квартира, частный дом – подходящее место для проживания крохотных питомцев. Они предпочитают уют и тепло. От мини-собак нет неприятного запаха, куча шерсти. Но это не значит, что за животным не надо ухаживать. Чтобы питомец был здоров и весел, необходимо создать комфортные условия. В доме должно быть тепло, не ниже плюс 17 градусов. Место животного необходимо защитить от прямых солнечных лучей. Сквозняки губительны для здоровья той пуделя. Прогулки с собачкой нужны, но не слишком длительные. Если на улице дождь и холодно, то от выгула желательно отказаться. Хорошо, если питомец приучен к домашнему туалету, на пеленку. Ежемесячная стрижка, купание, ежедневное расчесывание, чистка ушей и обрезание когтей – важные условия в уходе за той пуделем, чтобы избежать колтунов на шерсти, кожных и других заболеваний, предотвратить зубные болезни, той пудели склонны к ним, поможет ежедневная чистка зубов. Мини-пудели не любят одиночество, скучают. Людям, кто постоянно отсутствует на работе, желательно не заводить эту породу. А уж если пришлось отлучиться, то надо оставить малышу много игрушек, чтобы не было одиноко. Для прогулок в холодную погоду кудрявому малышу требуется одежда, так как он мерзнет уже при плюс 6 градусов. Стрижка той пуделя, одежда, питание требует немалых материальных затрат. Прежде чем заводить щенка, необходимо подумать, есть ли возможность обеспечить мини-собаке подходящие условия. Конечно, делать стрижку собаки сможет и сам хозяин, это дешевле, чем водить к мастеру. Но многие владельцы боятся или не хотят. Кроме стрижки, пуделю, как терьеру, китайской хохлатой, маленькой японской собаки обязательно бреют морду. Питание собаки, из-за малого размера той пудели едят мало, но они капризны и привередливы к еде. Ветеринары советуют комбинировать еду натуральную с сухими кормами премиум класса. Для той пуделей, как для любых собак, нужно нежирное мясо, индейка, говядина, курица. Из круп маленьким собакам дают, гречневую, овсяную, рисовую. Также надо отваривать нежирные сорта рыб. Яйца включают в рацион не чаще один раза в три дня. Изредка угощают малыша фруктами. Обратите внимание, сухой корм и натуральную еду не смешивают, а дают в разные приемы пищи. Нельзя кормить собак с рук, отучить от дурной привычки трудно. У питомца должны стоять миски для еды, емкость с чистой питьевой водой. Помимо этого, животному необходимы витамины, какие именно, как принимать, расскажет ветеринар, которому обязательно надо показать питомца, чтобы обеспечить ему здоровье и правильный уход. Здоровье и продолжительность жизни. Забота о домашнем любимце влияет на качество его жизни, от ухода зависит, как долго проживет четвероногий друг. Иногда той пуделей называют долгожителями, чей собачий век длится от 1,5 до 2 десятков лет. Кудрявые собаки гипоаллергенны для окружающих, но сами нередко страдают от аллергии. Владельцу необходимо тщательно выбирать корм питомцу. С возрастом той пудели склонны к эпилепсии, мучаются от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, мочекаменной болезни. Зубы – слабое место той пуделей. У них бывают гингивит, зубной камень. В зрелом возрасте мини-собачки глохнут, у них портится зрение. От недостаточной заботы случаются кожные болезни. В вывихе суставов, коляной чашечки, заболевания позвоночника нередки у возрастных той пуделей. При ответственном отношении к домашнему питомцу его здоровью ничто не угрожает. Обратите внимание. В случае изменения поведения собаки, отказе от еды, необходимо срочно обращаться к специалистам ветеринарной клиники. Плюсы и минусы породы. Владельцы мини-собак любят своих питомцев, но при этом отмечают отдельные недостатки породы. Как выбрать щенка и цена на него? Выбирать будущего питомца надо с полной ответственностью. Внимание. Чтобы щенок был здоров и соответствовал выбранной породе, нельзя приобретать его у случайных продавцов. Моменты, на которые надо обратить внимание будущему владельцу. У щенка должны быть племенные документы, родословная. Обязательное наличие паспорта ветеринара с указанием даты постановки прививок. Продавец не может отказать в осмотре родителей щенка. Выбирая четвероногого члена семьи, надо обратить внимание на его внешний вид. Осмотреть голову. Она не должна быть большой, плоской или круглой. Спинка прямая, негорбатая и правишая. Лапы устойчивые, крепкие. Щенки туйпудили игривые, толстые, подвижные, шустрые. Если собака вялая больше спит, неохотно принимает пищу, значит не совсем здорова. Чтобы избежать неприятностей при покупке щенка, желательно приобретать его в питомниках. Их много на территории России, в Москве, Ярославле, Санкт-Петербурге и других городах. Приобрести собаку аристократских кровей можно за 30-35 тысяч рублей. Именно столько будет стоить кутенок в любом известном питомнике туйпудили. На рынке, покупая у случайных продавцов, придется выложить от 3,5 до 10 тысяч рублей. Но высок шанс получить совсем другую собаку. Тойпудили, милые плюшевые создания. Они не только любимые питомцы, но преданные друзья, преимущества которых выделяют все владельцы.